Продолжение следует... Информационная картина уходящей недели в программе «Наше время». Я Александр Ефанов. Здравствуйте. И в начале выпуска главная новость. Минтранспорта направил Росавиации распоряжение о временном прекращении полетов российских авиакомпаний в Египет. Напомним, в минувшую пятницу президент России Владимир Путин поддержал предложение о приостановке полетов российских авиакомпаний в Египет до выяснения причин гибели самолета «Коголымавиа». В этот же день ряд туроператоров прекратил продажу путевок. По предварительным данным, в стране могут находиться от 45 до 70 тысяч российских туристов. Между тем, Оренбургские авиалинии отменили все рейсы в Арабскую республику. Также приостановлены и обратные вылеты. Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика. В аэропортах Каира, Шарм-эль-Шейх и Хургада организованы специальные стойки, а также работа представителей российских авиакомпаний и туроператоров для максимально полного информирования пассажиров по их дальнейшим действиям. В аэропорту Оренбург также заработал штаб по контролю за полетами в Египет. Добавлю, в МЧС России действует горячая линия. Номера указаны перед вами. Уже поступило более 6 тысяч звонков. Сколько сегодня оренбуржцев находится в арабской стране, в управлении МЧС региона, нам сказать пока не смогли. Официальный комментарий планируем получить завтра. Ну и как быть и туроператорам, и отдыхающим в этой непростой ситуации, мы спросили у заместителя председателя комитета по развитию туризма в Оренбургской области Владимира Гетмана. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте. Ну, во-первых, насколько вы ожидали такой исход? Ну, такой исход, я думаю, не ожидал никто, поскольку Владимир Владимирович в последнее время редко вмешивается в такие дела. Ожидали, наверное, сокращение какого-то турпотока, увеличение пропускного вот этого режима, то есть увеличение безопасности числа сотрудников, но только не массовая отмена полетов. Слава Богу, что вот поступили последние данные, что туристов не будут массово вывозить оттуда, то есть эвакуировать, создавая при этом там чрезвычайную ситуацию, да. Все, кто там находится, то есть они спокойно отдыхают до конца. То есть у них, допустим, 10 дней есть в запасе, а они отдыхают эти 10 дней спокойно. Да, все верно, да. То есть они спокойно отдохнут и в назначенный срок, когда у них был обратный вылет, они вылетят. Но тут есть один момент, что, скорее всего, их багаж будет лететь отдельным рейсом, то есть соображением безопасности. Если говорить про тех, кто смотрел более долгосрочно, да, приобретал путевки там на новогодних отдых и так далее, насколько мне известно, информация проходила, что им компенсируют только до 70% от затраченных средств. Так ли это или нет? И как быть в этой ситуации? Ну, сказать однозначно сейчас нельзя. Почему? Возмещать могут в нескольких случаях. Первое, да, соответственно, если некоторые туроператоры по независимым от них причинам, либо там по неизвестным для нас причинам не смогут выплатить и станут банкротами, да, заявят о том, что они банкроты. Тогда вступает тот режим, который был у нас печально известным лабиринтом, да, что набираем пул кредиторов, соответственно, все подают в страховую компанию, страховая компания собирает общее число обращений и общую страховую сумму делит на них, соответственно, пропорционально. Тогда сказать о том, какой процент они получат, ну, никто не сможет. Второй момент, если просто туроператоры поставят перед фактом людей и скажут, мы никуда не летим. Люди начнут, соответственно, обращаться с аннуляциями, а по правилам аннуляции, то есть, турист должен возместить туроператора фактически понесенные расходы. И там вот включается сетка, там, то есть, там, от стальки-то денег до стальки-то такой штраф, потом такой-то, такой-то, такой-то. Ну и третий самый благоприятный, конечно, исход для всех, если поступит официальное заявление, то есть, Ростуризм о запрете полетов, Росавиации и, соответственно, туроператоры, как бы, встанут в режим форс-мажора и будут обязаны выплатить клиенту полную стоимость. Это лучший, конечно, вариант. Мы надеемся, что все-таки будем ждать его. Ну, естественно, такие вещи так или иначе вызывают панику среди населения. Много ли звонков поступает к вам, вот, вашу, да, туристическую компанию? И как вы эту ситуацию стараетесь тоже урегулировать? Ну, как руководитель туристической компании могу сказать, что звонки поступают, но паники нет. То есть, есть, да, есть шоковый эффект, потому что люди не знают, что будет с вылетом, не знают, что будет с деньгами. Тем более, многие покупали вылеты на более поздние даты. То есть, это конец ноября, самый классный сезон, очень много новогодних вылетов. Но, опять же, сказать однозначно, что будет, мы не можем, поскольку есть определенные правила у туроператоров. Мы ждем понедельника, вторника, чтобы на уровне большом, так сказать, на высотном уровне. Стало более понятно. Да, стало более понятно, как будут возмещать и будут ли возмещать. Поскольку вот есть уже прецеденты, что некоторые туроператоры перебронируют на Анталию. Но вопрос, захочет ли турист в Анталию? И если не захочет, то что будет? То есть, однозначного решения нет. Вот уже подошли к убыткам, так или иначе. Убытки, естественно, все понесут. Вы в том числе. Вообще, вот Египет, каков процент занимает от всех направлений, от всех предложений отдыха сегодня? Самое интересное, что, во-первых, в целом Египет занимает первое место. То есть, если несколько лет назад Турция лидировала, то сейчас реально лидирует Египет. По общему валовому, так сказать, оттоку населения на отдых. И поэтому это будет катастрофическая потеря для всех турагентств. Именно для турагентств, то есть, не для туристических операторов. Которые работают именно на выездном направлении. Поскольку это, во-первых, номер один. Во-вторых, это львиная доля, я бы сказал, наверное, до 70% всей прибыли туристических компаний. Которые работают именно на выезде. Поскольку Вьетнам, он не такой массовый поток. Во-первых, по деньгам. Во-вторых, по направлению лететь 9 часов. И Таиланд. Опять же, он не сможет заменить, так сказать, упавший вот этот поток на Египет. И опять же, прогнозы, да, дело неблагодарное, так или иначе. Но все равно, как вы думаете, Владимир, сколько вообще этот запрет сам по себе продлится? Надеемся, что недолго. Мы надеемся, что до новогодних мероприятий, до новогодних праздников все должно завершиться. Но это все зависит далеко не от нас. И предугадать это сейчас, поверьте мне, невозможно. Но будем настроены оптимистично. Будем настроены оптимистично. Спасибо. Ну и теперь о происшествиях. Сгорели заживо. Из-за пожара в доме номер 5 по улице Сергея Лозо погибла пожилая пара. Это произошло в ночь на пятницу. Почему случился пожар и как удалось избежать еще больших жертв, с места событий передает Иван Бер. Только за прошедшую неделю из цепких огненных лап пожарным удалось спасти 24 оренбуржца. Все пожары случались в основном в квартирах многоэтажных домов. Пик огненных плясок пришелся на минувший четверг, 5 ноября. В этот день по области в пожаре погибло 5 человек. Двое из них – жители Оренбурга. Бывшие одноклассники, а ныне 63-летние сожители, угорели в квартире пятого дома по улице Сергея Лозо. Однозначно установили причину, что это неосторожность при курении, но ввиду этого такая вот беспечность людская могла повести к распространению пожара на более большую площадь и могли погибнуть вообще ни в чем не виновные люди. По словам сотрудников МЧС, жертв, вероятно, можно было бы избежать, не будь во дворе пятиэтажки несанкционированных бетонных перекрытий. Соответственно, возле этого железобетонного блока была организована парковка несанкционированная. Соответственно, все это затруднило проезд пожарных автомобилей непосредственно к этому жилому дому. Соответственно, это отняло некоторое количество времени. Может быть, не было бы этого железобетонного блока и успели бы спасти людей. Впрочем, как говорят жильцы пятого дома по улице Сергея Лозо, роковая пара пенсионеров уже давно не давала покоя всему подъезду. И эту трагедию уже не раз предрекали. Вот только никто не знал, когда эта часовая бомба должна рвануть. Да они сами виноваты. А что случилось там? Да не алкаши, бомжи. Они что творят здесь? Они жить я никому не давали. 28-го числа они газ пустили по всему подъезду. 63-летний хозяин квартиры сгорел на месте. Его супруга скончалась в карете скорой помощи. При этом в своих квартирах чуть не задохнулись еще 10 человек. Первой стороны запах почувствовала соседка с четвертого этажа. Бабуль, что-то, говорит, как бы древесиной горелой пахнет. Я говорю, дочь, ну сейчас я спущусь. Наверное, этот горит снова. Это же не первый раз. Сколько же мы уже это вызывали? Мы вообще чуть не задохнулись там на четвертом этаже. Хорошо у меня белье там было. Я внучке вот так вот, мокрое белье. И себе вот через балкон кричали, снимите нас. Во-первых, не выйти, потому что черный копоть и дым. То есть не видно было вообще пути? Вообще ничего не видно было, вообще ничего страшно. С пожаром боролись 36 человек и 14 единиц спецтехники. В этой операции пожарные использовали противогазы и поднимались за каждым жильцом лично, так как большую часть погорельцев по-другому было не спасти. Последние все причины, как бы они очевидны, это либо электрика, скажем так, ветхое состояние электропроводки, особенно в частных жилых домах, ну и людская обеспеченность, как в большинстве своем. Бетонные блоки, установленные во дворе дома номер 5 по улице Сергея Лазо, стали поводом для масштабной проверки. Специалисты МЧС России по Оренбургской области намерены провести рейды и выявить самовольно установленные препятствия во дворах многоэтажек для их полного устранения. Иван Бер, Владимир Семенов. Наше время. На рынках Оренбуржья обнаружили опасную молочную продукцию. В черном списке оказалось сливочное масло и сыр сразу нескольких российских производителей. Некачественный товар был выявлен в ходе проверки специалистов Роспотребнадзора. На днях руководство ведомства направило письмо в ряд министерств региона, в котором предупреждало о недобросовестных изготовителях. В целях предотвращения поступления продукции, не отвечающей требованиям безопасности, на конкурсные торги в бюджетной организации Управлении Роспотребнадзора по Оренбургской области информируют, что в ходе контрольно-надзорных мероприятий была выявлена молочная продукция, не соответствующая требованиям о безопасности молока и молочной продукции по показателям идентификации. В нарушении много, но основное, как было отмечено в письме, это несоответствие заявленным требованиям пожирно-кислотному составу. В списке некачественных продуктов оказалось масло из городов Пензы, Воронежа, Самарской области, а также сыры из Республики Беларусь и Самары. Но самое интересное, некоторых из перечисленных производителей и вовсе нет. По указанным юридическим адресам таковых предприятий не существует. На тревожный сигнал Роспотребнадзора в Министерстве образования уже отреагировали. Мы, естественно, отреагировали на письмо, которое к нам поступило. Соответственным образом послали запросы во все муниципальные органы управления образованием. Но пока беспокоиться нечем. Как правило, молочная продукция у нас в образовательных учреждениях используется от местного производителя. И это нас не может радовать, потому что производство этой продукции находится под постоянным контролем всех надзирающих структур. Между тем, Роспотребнадзор также обращается ко всем оренбуржцам. Если вы обнаружили такой товар на прилавках, немедленно сообщайте в ведомство. К другим темам. Утрата недели. Сегодня простились с ректором Оренбургского аграрного университета Владимиром Каракулевым. Заслуженный работник сельского хозяйства России он окончил ОГАУ и навсегда связал свою жизнь с родным вузом, где прошел путь от ассистента до ректора. Ему было 63 года, он не дошел до своего дня рождения всего неделю. Залп с Авроры и штурм зимнего. Накануне в России отметили очередную годовщину со дня начала Октябрьской революции. В Оренбурге по традиции памятный митинг прошел на площади имени Ленина. Его организовали местные коммунисты. Мой коллега Виталий Сапожников встретился с теми, для кого 7 ноября по-прежнему красный день календаря, а также пытался понять, как эта дата изменила ход истории. Даже промозглая погода и холодный ветер не останавливают этих людей. Потомки революции отмечают 98-ю годовщину Великого Октября. Как всегда, алые стяги, транспаранты, пламенные речи. Чем не повод немного погрустить о прошлом и покритиковать настоящее? Если Советский Союз был оплотом мира, надеждой всей планеты, то сегодня мы ощущаем, как капитализм завел наше человечество в тупик. Это терроризм. Это постоянные национальные войны. Впрочем, даже среди самих демонстрантов отношение к событиям 17-го неоднозначное. Социалистическая система – это, конечно, хорошо, но неплохо было бы для достижения цели обойтись все же меньшей кровью. Сама революция, конечно, была не очень хороша. Лично это мое мнение, что не очень хорошо. Но все-таки при Советском Союзе было очень много и больших достижений. И лагеря, может быть, были. Но все это, как вам сказать, без жертв не бывает революции. Без жертв не бывает обновления. Как и любое масштабное историческое событие. Октябрь 17-го за почти 100 лет оброс целой пачки легенд и мифов. Самые известные из них – Ленин на броневике и Керенский, убегающий в женском платье. Да и сам штурм Зимнего дворца, столь патетически изображенный в советских фильмах, на самом деле выглядел несколько иначе. Достаточно запомнить строки Маяковского из поэмы «Хорошо». Там есть такие – «Каждую лестницу, каждый выступ брали, перешагивая через венкеров». То есть, чуть ли не кровавым боем. А между тем, вечерняя газета «Известия» на следующий день сообщала, что в результате штурма Зимнего на потере ставили всего шесть человек. Получив власть в свои руки, большевики, засучив рукава, принялись за преобразование. Ведь, чтобы построить новый мир и чтобы те, кто был никем, стал всем, нужно было поменять государство целиком и по мелочам. Даже был такой момент, что первый год Советского Союза была реальная идея начать новый отсчет человеческой эры. И первым днем нового месяца, нового года считать 26 октября. По-сторому, ну, 7 ноября, по-другому все. То есть, вообще, они предлагали поменять календарь и отсчет. И если, кстати, любой может это проверить, пусть кто хочет, посмотрит отрывной, например, календарь за любой советский период, там по верху странички обязательно идет строчка. Такой-то год Октябрьской революции. 70 лет те события в стране называли Великой Октябрьской социалистической революцией. Теперь именуют переворотом. Одни с восторга вспоминают то, что было, другие, напротив, считают это катастрофой для страны. Впрочем, в самом главном большинство все же солидарно. Масштаб произошедшего в 17-м поистине мировой. Как сейчас помню, постановление ЦК КПСС о 60-летии, Октябрьской революции, начиналось словами, что это главное событие 20-го века, коренным образом изменившее ход развития всего человечества. Видите, на память помню с тех пор. И, кстати, готов подписаться под этими словами и сегодня. Потому что без революции 17-го года, ну, мы бы не имели то, что мы имеем сегодня. Я не имею в виду проблемы и трудности, а тот мир, который есть сегодня. Конечно, не все, что замышляли участники переворота, удалось впоследствии осуществить. А потому, спустя почти век, те события прилюдно отважилось отметить лишь небольшая горстка людей с поистине пролетарским упорством, игнорировавшей непогоду. Наталья Сапожникова, Вадим Ильичаев. Наше время. Ну и теперь наша постоянная рубрика «Попали в сеть». На этой неделе браздила простора интернета Юлия Гафарова. Коллег, приветствую. Итак, какие же видео попали в хит-парад лидеров просмотра? Саша, здравствуй. Но о самом интересном из виртуального мира расскажем в ближайшие две минуты. Итак, в центре Оренбурга полиция остановила крейсер «Аврора». Инцидент произошел на улице Правды областного центра. Мотоблок, стилизованный под крейсер «Аврора», двигался по проезжей части, когда путь ему преградили инспекторы ДПС. От владельцев самоходной установки Оренбургского отделения КПРФ инспекторы попросили предъявить документы, которых не оказалось. В результате экипаж крейсера, двух матросов и красноармейца окружили около 20 сотрудников полиции. Вот что сообщил портал «Урия-56» глава регионального отделения партии Владимир Новиков. Цитата. «Главная претензия правоохранительных органов заключалась в том, что мы не подготовили документы на самоходную установку. А какие здесь могут быть документы? Ведь тут мотоблок и каркас, сваренный из трупа металлических листов. Его скорость не превышает 4 км в час. В прошлом году мы несли его на руках, в этом году решили облегчить ношу и посадили на мотоблок. Но не подумали о том, что это может быть противозаконно». Добавлю, что в итоге коммунисты все-таки смогли выставить на улице советской макет знаменитого крейсера. Актер Кирилл Плетнев попал в объектив борцов с курением в Оренбурге. Активисты движения «Лев против» обубликовали видео с участием артиста. Известный российский актер был в нашем городе еще в сентябре. Он приезжал на кинофестиваль «Восток-Запад. Классика и авангард». На улице Советской к нему подошли активисты движения «Лев против» и попросили выбросить сигарету. «Что, простите?» «Сигарету, просите?» «Все там движение?» «Вы против, а я не против». «Вы пока дойдете до нее, вы знаете, сколько дымов?» «Да, я знаю. Вы знаете, кто я?» «Кто?» «Я актер театра и кино, который...» «Я вас узнал в городах. Мы рады, честно. «Вот бутылочку, пожалуйста, где она?» «Ну ахурить нельзя, понимаете? Дети мимо вас проходят». «А мимо... мимо детей вы проходите, это ничего страшного?» «Мы вам тогда ее потушим». «Да что делаете?» «Да уху, что ли?» «Я с ним приходит, я скажу, что вы найдете со мной фотографироваться, и будут что-то говорить, я буду рассказывать про вас, да уху. Понятно?» Оренбуржцы, в свою очередь, разделились на два лагеря. Одни поддержали юных смелых активистов, другие вступились за Плетнева. «Противные малолетки. Сами же провоцируют людей». «И как ему не стыдно только. Идет с беременной девушкой и курит». «Сам курю. И против курения в общественных местах. Но если ты живешь в цивилизованной стране, не надо людей обливать водой. Иди в администрацию и проси, чтобы сделали место для курения». И напоследок, «Как спастись от медведя?» Видео, где велосипедист встретил в лесу дикого зверя, набирает просмотры в соцсетях. По всей видимости, адреналина молодому человеку теперь хватит надолго. Смотрите сами. И это все, о чем мы успели рассказать. О других интернет-новинках узнаем, как обычно, в следующее воскресенье в рубрике «Попали в сеть». Спасибо, коллега. Порадовала. С виртуальным уловом была Юлия Гафарова. Но в эти выходные Оренбуржья стала столицей мирового джаза. Завершился 19-й международный фестиваль «Евразия-2015». И хотя в этом году праздник джаза продлился всего два дня, организаторы смогли удивить искушенную публику интересными гостями. В ритмы джаза удалось окунуться и нам. Вот так с легкой руки маэстро Даниила Крамера открылся новый уже 19-й по счету фестиваль «Евразия». И если обыватели подумают, классическая музыка непригодна для экспериментов, джазисты их в открытую засмеют. Уникальный проект. Трио Даниила Крамера представило новую программу от Шопена до Гудмана. На кларнете Игорь Федоров, Контрабасе, Макар Новиков. И кто знает, быть может, это новый музыкальный манифест. Хотя сам маэстро оказался куда более скромен. Цель музыки не есть выпячивание собственного эго. Цель музыки не есть показатель собственного творческого уровня креативного. Это все не цель музыки. А для чего эксперимент получил вам? Потому что я так дышу. Я не дышу без эксперимента. Я не дышу без соединения стилей. Я не дышу без того, чтобы сделать что-то другое, что-то новое. Невозможно все время сидеть в одной комнате. Невозможно смотреть на одну и ту же дверь. Это скучно. Но затем эстафету перехватили уже известный оренбургскому зрителю пианист Евгений Лебедев и контрабасист Антон Ревнюк, которые привезли на фестиваль своего друга, выходца из Гнесинки, Игната Кравцова. Ребята выросли на инструментальной музыке, а теперь делают общий проект Open Strings. В их симфоджазе есть место и барабанам, и скрипке. Джоз меняется, конечно. Меняется. Со временем он стал более технологичным, скажем так. Музыканты научились играть быстро. Выучили очень много стандартов и так далее, и так далее. Но мы стандарты тоже выучили. Но сегодня мы их играть не будем. Мы будем все-таки играть свою музыку. Это музыка, которая основывается на джазовых корнях, но впитывает в себя музыку, накопленную человечеством, если можно сказать, за всю историю существования музыки. Мы не отождествляем себя именно с понятием джаза и свинга и все такое, хотя мы, естественно, этому учились и учимся. Это как школа вообще джаз и понятие свинга и все подобное. На десерт публике оставили американскую вокалистку Мирну Клейтон, которая в буквальном смысле взорвала зал. Аплодисменты. 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 Высокий интеллектуал, имеющий степень магистра, общественный деятель и меценат Мирна предпочитает не огромные пафосные залы, а больницы и приюты, где охотно дает концерты Да и сама Мирна начинала карьеру в небольшой церкви Перед концертом певица согласилась на небольшое интервью Джаз сегодня, какой сегодня любят слушать и какой вы стараетесь сегодня исполнять? Я выросла, что, конечно, больше на Элла Фиджер, Сарамон и других таких исполнителей Да, ну вот сейчас очень много современных, прекрасных, которые, допустим, Дайана Кролл Даже мужские какие-то представители, тот же Джастин Тимберлейк И все это интересно То есть вы сегодня не боитесь экспериментов? Вы боитесь экспериментов? Да, эксперимент должен быть, и я люблю эксперименты Сейчас джазмены экспериментируют, и это хорошо, потому что в эксперименте как раз есть современный джаз Александр Ефанов, Константин Воробьев. Наше время Ну еще о культуре, но теперь уже Запада Оренбуржья Новый сезон на новой сцене или новоселье, которого ждали больше 30 лет Накануне в Бугруслане достроенный и преображенный театр имени Гоголя Наконец распахнул свои двери зрителям Долгожданное открытие театра стало праздником для всех местных жителей Город гудел больше суток Вот, кстати, одной из первых на новую сцену вышла народная артистка России Ольга Остраумова Оценила весь масштаб театральных перемен Ексерина Киселева Новая эра Бугрусланского театра началась не с вешалки, а с открытия памятника Гоголю Ведь это его имя, он носит больше века Первый к прекрасному прикоснулась народная артистка России Ольга Остраумова И неспроста актриса родилась в Бугруслане И именно здесь узнала, что такое театр Первый театр, куда ступила вот моя нога Это было лет в 6,5-7 Это был Бугрусланский театр драмы Я настолько возволнована сегодня, что Наконец этот театр опять жив Возрождается, как феникс из пепла Потому что театр это все Это соединение живописи, литературы Высоких чувств, страстей Это место, где человек учится сопереживать другому И волновался, и радовался, и плакал, и смеялся В этот день весь Бугруслан Город-то совсем небольшой, всего 50 тысяч жителей Но за 115 лет здесь созрела и окрепла целая каста заядлых театралов Ходили в 70-е годы, когда было старое здание еще Учились в педучилище и ходили всегда своим коллективом Вы что, столько лет его строили молодежи, где-то надо Да и мы иной раз сходили бы Хотя больше всего от новоселья ликовали, конечно, сами актеры Бугрусланский театр В 80 зрителей, конечно, ставили дополнительные истории Можно сделать отдельную сцену Потом нажатием кнопочки ее вызвать И у вас готова партитура Вы можете работать, допустим, над Гоголем, над Пушкиным, еще над кем-то А сцена здесь может вращаться А актеры здесь смогут летать Хотя этим вечным кочевникам, конечно, потребуется время Чтобы перейти на «ты» со всеми этими новшествами Чтобы обжить свой новый дом Мы в первый день, когда встали И когда нас крутнули, да, девчонки? Мы немножко вот так вот Растелялись Чуть не попадали, как солдатики Но сейчас мы уже очень крепко стоим на ногах, да, девочки? И очень крепко держимся В общем, мы ее уже почти освоили Вообще, рождение этого здания местные давно окрестили стройкой века Растянувшаяся на три десятка лет По-настоящему она развернулась только четыре года назад За это время храмом Альпамена область пожертвовала больше трехсот миллионов рублей И ни разу об этом не пожалела А в день открытия даже наш обычно суровый губернатор оттаял, расчувствовался Дай Бог, чтобы вот здесь побывал каждый житель Не только Богорослав, но и всего запада Оренбуржья Чтобы дети могли прикоснуться к прекрасному уже вот с этого маленького возраста Познакомиться с новой сценой пожелали актеры всех театров Оренбуржья Юрий Берг, вручая театру новенькую Ямаху, намекнул, чтобы ждали Дениса Мацуева Ольга Остраумова железно пообещала, что поможет богорославцам подружиться с театром Моссовета А после прошла стих Валентина Гафта и дала понять, что если со здоровьем у супруга все наладится, то и он когда-нибудь выйдет в этот зрительный зал Друзья, удачи! Ексерина Киселева, Дмитрий Примачек, Наше время Ну и далее в выпуске информации об отключениях Завтра на некоторых улицах Оренбурга и Оренбургского района не будет электроэнергии Более подробная информация представлена перед вами Телефоны горячей линии 56 83 38 либо 98 48 48 Ремонтные работы продлятся до пяти вечера Такой запомнилась нам эта неделя Будьте с нами, живите в наше время До встречи Благородство классического итальянского стиля Создает поистине домашний уют и комфорт в вашем доме Европрестиж Купи и выиграй 300 тысяч рублей Улица Одесска, 114 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова